Привет-привет, близнецы! Меня зовут Макогон Людмила. Сегодня мы поговорим с вами о планете Нептун, а точнее, ее периоде ретроградности, который наступает со 2 июля по 7 декабря 2024 года. Поэтому сегодня предлагаю вам рассмотреть, как Нептун будет влиять на вашу жизнь в течение следующих 5 месяцев. Рассмотрим вместе все плюсы и минусы данного события. Нептун – покровитель мира снов и иллюзий, творец фантазии. Однако он же правитель страхов и фобий. В жизни человека Нептун часто создает ситуации, когда надо выйти за рамки нормы, установившиеся правил. Эта планета всегда обращает фокус внимания на внутренний мир, как бы говоря, что все внешнее – это только отражение внутреннего, все причины и ответы внутри. Нептун – планета мечтателей, фантазеров, людей творческих и чувствительных. Она нам дарит четкую интуицию, вдохновение, позволяет разобраться с сутью вещей на уровне мистики и тонких энергий. Это планета веры, иллюзий, йоги, гипноза и медитации, грез, мистики, вещих снов и духовного мира. В своих негативных проявлениях Нептуна отвечает за самые худшие человеческие зависимости от алкоголя до запрещенных средств и ядов. Именно поэтому планета была особенно выражена у великих исторических личностей. Нептун смешивает материальное и идеальное, в результате чего получается удивительный коктейль гениальности, открытий и пограничных состояний. Знак, в котором находился Нептун, когда вы родились, проливает свет на то, как вы соединяетесь со своим высшим уровнем творчества и божественности, а также на ваши духовные практики. И знак, в котором Нептун находится прямо сейчас, влияет на ваше творчество и духовность в данный момент. Думайте о себе, как о лампе, в то время как Нептун – это свет. Ваш знак Нептуна помогает вам понять, как свет исцеляет с помощью сострадания к себе и прощению по отношению к другим. Не уверена, какой у вас или у кого-то еще знак Нептуна, запишите свой день рождения в ваш пол, мужчина вы или женщина, а я вам напишу, в каком знаке у вас был Нептун в момент рождения и как он влияет на вас. Дорогие близнецы, 2 июля Нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем 10-м доме гороскопа. 10-й дом отвечает за нашу карьеру, статус, репутацию. В вашей карьере или статусе могут происходить странные, запутанные ситуации, через которые придется пройти, чтобы добиться успеха. Необходимо в этот период держать глаза всегда открытыми и устойчиво стоять на Земле. Ретроградный Нептун в 10-м доме затуманивает сферу предназначения и не дает вам сосредоточиться на единственной профессиональной стезе. Вы можете хотеть быть полезным обществу и видеть признание своих заслуг, но слабо представляете, как это сделать. В этот период можете пробовать себя в различных областях, но так и не отделаться от мысли, что это не то, чего вы хотели. Негативный вариант такого Нептуна может провоцировать интриги и козни коллег в вашу сторону и создавать напряженные отношения с начальником. А при положительном варианте поможет сухим из воды, благодаря вашему обостренной интуиции. Хочу вам напомнить, что на этом канале каждый день выходит новое интересное видео, которое могут помочь вам изменить свою жизнь в лучшую сторону. Чтобы не пропускать их, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и тогда вы каждый день будете получать новое видео от нас. А мы продолжаем. Период со 2 июля по 7 декабря будет очень сложно выспаться. Все время будет что-то мешать. То дела, то развлечения, то тревожные мысли. Не нарушайте режим. Могут резко активироваться мошенники и проходимцы всех мастей. Поэтому держите свои средства поближе к себе. Исключите авантюрные проекты, игру на бирже, финансовые пирамиды. Может появиться желание совершать какие-то спонтанные и непродуманные действия. Поэтому лишний раз подумайте, нужно ли вам это, и какую цель преследует другой человек. Также некоторые из вас могут захотеть спрятаться от проблем, убежать в религию, секту, медитацию, йогу или тренажерный зал. Не переусердствуйте. Период со 2 июля по 7 декабря очень хорошо заняться любимым делом или тем, о чем вы давно мечтали и все время откладывали. Подумайте, как вы можете монетизировать свое хобби. Определитесь со своими приоритетами и задачами, покончите с вредными привычками и займитесь лечением. Очень хорошо заниматься творчеством, музыкой, петь, рисовать, переделывать, дополнять карту желаний, медицировать, заниматься йогой, придумать свои аффирмации, попробовать снять себя на камеру или сходить на фотосессию, поучаствовать в кинопроизводстве, сняться в массовке, часто ходить в театр, кино и на выставки. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось мое видео. Благодарю за лайк. Подписывайтесь на канал. Впереди очень много интересного. И обязательно пишите свои комментарии и пожелания. Мне действительно очень приятно ваша обратная связь. И увидимся в следующем видео, где я расскажу еще много интересного о разных аспектах на небе и их влиянию на вашу жизнь.